доброе утро дорогие коллеги приветствую вас на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 1 июня друзья 2018 года пятница поздравляю вас с двумя праздниками во-первых пятница во вторых начало лета друзья и пусть москве сейчас плюс 9 градусов тепла все равно лето победит скоро скоро будет уже гораздо теплее тем тем более что май в москве был очень теплым прямо я такого мая теплого никогда и не помню вот ну так что такая легкая прохлада несколько дней ничего страшного я не вижу но поскольку пятница желаю вам также успешного завершения этой рабочей недели чтобы первый летний день у вас был связан только с хорошими эмоциями давайте коллеги посмотрим что у нас было вчера чего нам ждать сегодня биткоин пера закрылся хорошо в плюсе сегодня пытается туда же штурмовать отметка 7540 пока держится но видно видно что прямо есть желание есть желание посмотрите сколько часов уже мы бьемся в него сейчас пошли в очередной раз на часовом графике очень сильный восходящий тренд такой уверенный ну и я хочу верить что мы пробьемся наверх жду наверх биткоин эфириум та же история вчера второй день плюсует лайткоин второй день плюсует эфириум эфириум классик вчера плюс сегодня несколько минус но умеренно а вот зи кэш вчера плюс а сегодня посерьезнее минус не верит зи кэш в будущее дэш вчера плюс сегодня на открытие манера вчера плюс сегодня в минус слушайте ну вот некоторые криптовалюты не поддерживают оптимизма биткоина да нам и не надо и биткоин тянет всех наверх и вниз поскольку он сейчас держится пока в плюсе и более того даже хочет нарастить свое преимущество мне кажется он вытянет всех американский сорт нефти вчера снизился сегодня стоит на открытии 67 05 вчера конечно это было связано с тем что 18 00 озвучили запасы нефти и посмотрите что произошло какой классический развод а вот отсюда с уровня 67 48 озвучили запасы показали плюс 68 13 пиксов 50 даже 60 вот но тут же развернули и шарахнули вниз на 67 0 4 сейчас где-то на этой же отметке все стоит прогулялись в течение вчерашнего вечера до уровня ой 67 0 4 по моему 66 сказал прогулялись вниз до уровня 66 54 но отбились немножко на мой взгляд надо следить вот за этой отметочкой 67 10 сможем ли пробиться наверх сможем ли удержаться даже вот это наверно выше 67 12 наверно точнее будет да сможем ли пробиться наверх или пойдем в боковике вот она дилемма дня по американскому сорту нефти WTI я торгую кстати говоря уже июльский фьючерс кто вдруг может быть не в курсе как торгуют как торгуются американцы ну что коллеги на мой взгляд шансы на пробой есть хотя ну и тренд восходящий в целом дневной да хотя конечно подозрительное прижатие на протяжении всей недели всю неделю мы прямо прижимаемся к нижней границе восходящего тренда но тоже ничему не удивлюсь честно сказать почему потому что вот это сильное сопротивление оно и пришло из понятно из откуда оно пришло из сильной поддержки которая была в апреле посмотрите сколько дней в апреле держались на ней сейчас пробили несколько раз пересекаем вверх-вниз но вот пока затормозили не знаю коллеги ну давайте отметим в течение дня будем смотреть самый узкий торговый диапазон возьмем который сложился на протяжении последних часов 15 да и посмотрим на него формально налицо флаг древко флаг и формально должны пойти вниз хочется наверх но нет не буду говорить наверх потому что по техническому во всяком случае признаку скорее вниз далее друзья индекс доллара ну что индекс пробил вниз позавчера вчера закрепился ниже обновил лой 93 64 показал а сегодня пытается отбиться наверх ну как то не очень убедительно вот для меня как вчера была попытка наверх не удалось сегодня не удалось не знаю мне кажется вполне себе могут развернуться друзья мне кажется вполне себе могут развернуться не верю во всяком случае в евре к больше сегодня верить чем в доллар ну и тренд сложился все-таки а кстати говоря евро доллар какой у нас в понеделе а неделя смотрите прямо на открытии недели стоим опять выбираем в пятницу опять выбираем путь но посмотрите то что такой шпиль вытащили снизу психологически на этой неделе в плюсе еврик конечно больше того этот шпиль отторговать наверх но прямо рука бросится и тянется не знаю мне кажется евро в покупку коллеги у кого какие мнения фунтик он прямо на границе покупки и танцует да сейчас на этом часе подтягивает тоже его снизу не дают ему ниже опуститься тоже жду хотя он сейчас в минусе формально жду фунтика наверх доллар иена ну доллар иена живет над всем она растет доллар франк растет не показывает франк желание укрепиться доллар канадец снижается кстати говоря доллар канадец показывает желание канадца укрепиться австралийский доллар вниз но тоже не очень сильно может вполне себе пойти на штурм 0.7575 уже пару недель мы здесь пытаемся эту метку наверх пробить новозеландец смотрите на открытии стоит не хочет уступать тоже хочет урвануться наверх золото уже в плюсе серебро уже в плюсе коллеги а никому не кажется что индекс доллара сейчас нарнет вниз давайте откроем часовой график ни у кого нет подспудного ощущения что индекс доллара хочет отбиться сегодня у меня есть вот открылся новый час тоже ну несколько минут назад тоже прям лезет лезет хочет вниз не знаю я вполне себе вижу движение индекса доллара вниз сегодня ну соответственно у всех остальных инструментов появляется шанс на рост далее друзья давайте посмотрим фундаментальный анализ начнем с новостей главная новость дня конечно то что вчера вечером она приключилась но мы уже не работали с вами а вот поэтому озвучивая ее трамп ввел пошлины на сталь и алюминий пошлины сша касаются стран евросоюза мексики и канады объект пошлины сталь и алюминий на сталь пошлина будет составлять 25 процентов на алюминий 10 процентов ну и вот аналитики пишут что это похоже что между сша и европой фактически начинается торговая война так как теперь ес может обложить пошлины американские виски апельсиновый сок табак мотоциклы в кино ведет пошлина всегда ведет к росту цены потому что как бы государство начинает жадничать навоз поднимает цены естественно тот кто возит на этот же процент поднимает и цену а иногда даже больше поскольку все таки когда цена выше хочется рентабельность приподнять вот поэтому конечно конечно сейчас стали алюминий пойдет в рост и такое впечатление вы знаете что второе решение в сша это не белый дом это не дональд трамп принял а минфин сша принял решение но такое впечатление что второе связано с первым минфин сша продлил срок продажи доли в русал и ен на два месяца инвесторы американские должны избавиться от активов этих компаний теперь уже до 5 августа этот срок продажи дедлайн продлен второй раз и понятно что они хотят дать им возможность почему потому что за счет введения пошлин цены на стали алюминий вырастут и естественно доля русала у американских инвесторов тоже вырастет они по сути работают на русал но с целью конкретной чтобы люди продались вышли с рынка подороже видимо та цена которая сейчас по русалу не устраивает совершенно убежден что это два решения связано поскольку сам по себе факт роста цены алюминий хороший и в данном случае и рост акций русалов мне кажется неизбежно кстати это торговая идея друзья покупать русал вот мне кажется для нас в данном случае это хорошо то что потом американцы продадут и выйдут с рынка но это потом друзья до 5 августа еще жить и жить я живу одним днем мы торгуем интродей поэтому сегодня тема покупки русала на мой взгляд вполне интересная посмотрите на нее далее коллеги британская газета сам узнала об отказе абрамовича от инвестиционной визы в британию о как вы скажете да он по паспорту израиля будет ездить да но как турист поскольку если нет рабочей визы она инвестиционная британии называется у него нет права на работу то есть он не может оперативно управлять своими активами ну в том числе естественно командой челси это очень серьезно друзья посмотрим посмотрим будет ли он продолжать инвестировать формально его как бы ничто не останавливать продолжать инвестировать это абсолютно как бы не связанные понятиями но поскольку нет возможности оперативного управления это конечно затрудняет работу хотя в принципе как акционер приехать и там отдать распоряжение ну вообще проблем никаких нет естественно естественно посмотрим что это будет означать то что он как бы сдал визу инвестиционную это конечно не сильно хороший знак прямо скажем далее коллеги российские новости в российских новостях сегодня конечно главная новость друзья давайте я выведу ее на экран это то что сегодняшнего дня начинается регистрация часть команд участников битвы трейдеров которая пройдет 1 31 июля за месяц мы начинаем регистрацию ну обычно так у нас все это происходит вот обращаем внимание что это командная битва трейдеров за кубок фитрейд ТВ золотой мяч 2018 название откуда пришло понятно это будет ежегодная битва в июле ну а в июле все турниры футбольные проходят поскольку вот команда плюс футбольный сезон всегда июль мы решили назвать золотой мяч кубок будет золотым мячом конечно сделан и вот в течение месяца июля каждый год мы будем это делать битва проводится между командами трейдеров и инвесторов коллеги на ПАМ счетах период с 1 до 31 июля 2018 года значит нужно в течение до июля или в течение июля открыть ПАМ счет назвать его нужно как вам удобно но обязательно в текст надо вставить слова ЗМ 2018 то есть золотой мяч 2018 например PrimeInvest.ru ЗМ тире ЗМ 2018 или команда Баранчука тире ЗМ 2018 пару слов здесь скажу почему я во-первых здесь в этом конкурсе разрешена анонимность вы можете прислать мне ваш номер вам счета и название команды причем название команды можно делать страница сайта точек здесь нельзя ставить но можно так вот сделать PrimeTradeInvest.ru крупными буквами а ру маленькими буквами все будут понимать что это сайт более того когда название команды здесь будет стоять я сделаю ссылочки обязательно ну а если команда хочет все таки быть так сказать публичным то можно назвать ее именем лидера именем капитана допустим ну как пример я взял команда Баранчука Александр Баранчук он просто выступает следующий поэтому я его примеры привожу вот ЗМ тире ЗМ 2018 вот так же я здесь кстати с названия команды сделаю ссылочку только уже на личный сайт или на страницу фейсбук Александра Баранчука то есть вы видите да что в отличие от других ресурсов в данном случае реклама трейдеров и их команд не просто не запрещена она разрешена и не просто разрешена а является целью деятельности всего портала ну и в данном случае данного конкурса поэтому добро пожаловать друзья номер помсчета команды участницы нужно сообщить на электронный адрес админ Utrade ТВ сразу я внесу сюда номер помсчета сюда название команды со ссылкой на сайт или фейсбук укажите кстати обязательно куда ссылочку ну в вашем письме когда будете мне писать а сюда я поставлю информер где будет онлайн ваша доходность она будет сразу видна можете торговать в июне можете не торговать потому что в полночь 1 июля месячная доходность этот показатель обнулится то есть в июне то что у вас будет прибыль или убыток это ваше личное дело вот а в июле у всех будет с нуля месячная доходность ну а итоги мы подведем 31 июля в 10-15 сделаю скриншот расставлю место каждому так сказать то какое займет и подведем итоги сразу тут же в прямом эфире потому что ну как бы сделать скриншоты посмотреть у кого больше кому на этот момент повезло больше всех это легко и за 2 секунды мы это сделаем ну а собственно 31 июля надо иметь ввиду что в 10 утра лучше закрыться чтобы зафиксировать уже все свои сделки те которые вы хотите показать естественно в итоговом зачете далее друзья ограничений по количеству команд один трейдер можно создать хоть 10 команд пожалуйста вы открываете 10 вам счетов и участвуете разными стратегиями на разных счетах это ваше право количество членов одной команды может быть один трейдер два трейдера и трейдер с инвесторами вот то есть ну кто вот хочет принимать участие в работе по этому конкурсу по этой битве кто то и участвует у нас мы знаем только название команда что там позади команды мы в общем то как бы и не лезем в это дело размер депозит команды тоже нет под вашу стратегию я советую открывать минимальный 300 долларов почему потому что на минимальный объем лучше накрутить процент это чисто такая трейдерская не хитрость но осознание реальности если вы откроетесь на 10 тысяч долларов то накрутить 100 процентов это надо заработать 10 тысяч долларов а на депозит 300 долларов то надо заработать 300 согласитесь несколько разные задачи поэтому советую всем здесь в данном случае цель показать высокую доходность круглосуточно естественно все показатели будут крутиться вас будут все смотреть мы будем активно продвигать ну а победитель получит кубок золотой мяч 2018 ну это будет просто я поставил как золотой мяч а кубок будет естественно другим вот таким ну классическим таким вручаем кубки золотой мяч есть я уже узнал у производителя сверху будет золотой мяч будет написано что это кубок золотой мяч а вручение будет 7 декабря 2018 года в Москве во время церемонии вручения кубков утрейд лучшие в трейдинге там будут вручаться и кубок чемпиона мира который пройдет в августе он будет индивидуальным поэтому смотрите здесь команды а в августе индивидуальный там только публично там только Иван Петров Архангельск а здесь пожалуйста кто хочет анонимно не публично а вот спятаться за торговым именем и привлекать людей на сайт вот это вот золотые условия вот победителем еще раз напомню здесь 31 июля 10-15 у кого больше показатель месячной доходности вот именно за июль тот и станет победителем ну а информер которому будет создан для каждого участника выглядит так вы его видели в прошлом году позапрошлом уже 3 года мы его используем это вот информер где будет написано название команды и месячная доходность она будет круглосуточно естественно онлайн обновляться за вот этой таблице очень внимательно все следят поэтому уверяю вас что людям будет интересно ну а ссылочка естественно будет вести на ваш сайт но в данном случае сайт prime trade invest где ребята кстати хорошо сделали Максим молодцы симпатично удобно и курсы и сигналы и значит и для начинающих для опытных и для профессиональных трейдеров все условия есть тут пожалуйста курс можно уже записаться преимущества сигналы можно выбрать МВБ форекс товары крипто крипто макс крипто вот как-то не принято крипто а все-таки крипто или криптовалюты я чисто из общепринятости а то как-то звучит немножко на мой взгляд слишком по бытовому все-таки ближе к сленгу профессиональному я бы предложил прибечь в данном случае ну и здесь я даже не пойму АТАС приглашаются поработать с АТАСом отзывы о курсе Степан Ксения Анжела Анжела с одной буквы с одной буквы Л у нас нет с двумя буквами Л это я к тому что мы понимаем так сказать существует Анжела на самом деле или нет но вот я лично сразу скажу вере только если написано Иван Петров просто Ксения не очень но в плане рекламы в общем неплохо в общем коллеги это будет эффективное продвижение абсолютно бесплатно чтобы не было никаких разговоров абсолютно для трейдеров это все бесплатно за все платит брокер который оплачивает организацию проведения этого турнира то есть деньги чтобы не было ни у кого никаких сомнений откуда деньги деньги она всегда на организацию турниров всегда от брокеров которые задача которая предельно проста привлечь на свои счета клиентов трейдеров ну чтобы зарабатывать на комиссиях на слопах это форекс есть слопы тут так сказать секретов никаких нет поэтому друзья давайте сделаем жаркое лето всех приглашаю я на себя беру обязательства активно пиарить я собственно для меня это просто брать это обязательство я вообще вижу нашу задачу общую в привлечении денег на рынок у нас есть общая задача привлечь деньги на рынок у нас в стране двадцать триллионов рублей у физлиц двадцать триллионов на счетах юрлиц и то что эти деньги лежат мертвым грузом в кубышках это наша с вами общая недоработка поэтому давайте это дело поправим я с удовольствием распиарю вас как супер управляющих активами но ваша задача простая что там показать доходность процентов двести за месяц для победы кстати говоря приблизительно столько и надо будет и я не шучу в этом плане у нас каждый год доходности победителей растут поэтому настраивайтесь на большую серьезную работу вот ну а общая цель понятно продвинуть управляющих активами чтобы они развивались участвовали активно в работе битрейд ТВ вот совместное привлечение денег на рынок мы с вами в одной лодке если сейчас все деньги идут с рынка мы с вами без денег без работы поэтому у нас общая цель и она совершенно очевидна добро пожаловать друзья принимать участие в командной битве трейдеров золотой мяч 2018 года это кубок битрейд ТВ далее коллеги давайте посмотрим какие еще новые новости мне понравилась новость x5 открыла 13-ти тысячный магазин 13 тысяч магазинов по стране ну слушайте красавцы красавцы x5 когда цифра сама такая 13 как бы ну какая разница любой магазин это к добру далее коллеги центробанк это звал лицензию Убум банка это Нальчикский банк ну что сказать жалко жалко конечно еще один локальный банк потерян вот бума нет это уже официально а то говорят в России бум бум нет бума все закрылся бум далее коллеги Максим Максимович приложил ссылочку Иван Мартынов пишет чате а я все-таки решил евро купить посмотрим ну не вопрос значит значит Максим Максимович прислал ссылочку на публикацию как финам добивает инвесторов Рома Зи Джей пишет что с финамом разбирается пытается так сказать решить вопрос в свою пользу вот ну я ссылочку в чате дам а почему об этом говорю потому что этот человек который действительно все это пережил ну видно там по содержанию это не обманешь и вот он пишет что первая публикация здесь вижу была 9 апреля вот и что случилось ну вы знаете известная ситуация с резким изменением рыночных котировок и при этом вот он пишет биржа поднимает я считаю как написано не поднимает поднимает голову за позицию с 85 тысяч рублей до полутора миллионов рублей это блин сколько это раз в 15 да вот пожалуйста классический пример я пишу менеджеру он пишет менеджеру с просьбой не резать позиции дельту буду нейтралить он обещает переслать рисковикам рисковики кроют половину 70 проданных потов я цены озвучивать не буду и моя позиция превращается в шартовую с дельтой минус 10 счет испарится при обратном движении уже к страйку 117 при всем этом стоит полный запрет на совершение операций откупать проданные путы покупать для уменьшения год тоже не дают короче делают с позициями что хотят ну что друзья эта ситуация конечно вот сам факт что подняли в 15 раз половину закрыли и сделали отрицательную позицию в общем ну понятно что человек скорее всего все потерял я читать внимательно не буду ссылочку дал в чате посмотрите ну вот такие ситуации конечно на рынке и вот 9 апреля они вызывают тревогу потому что рыночных условий для таких действий не было никаких ничего 9 апреля уже не произошло все санкции были введены 6 апреля все кто хотел 6 апреля что-то сделать сделали это рукотворный кризис 9 апреля совершенно и понятно что просто ну вот людей немножечко пощипали ну что значит немножечко тут может не очень почитайте кому интересно внимательно но совершенно очевидно что хорошего мало и для вот этого нашего коллеги рома зиджей и для других я кстати смотрю что рома зарегистрирован на смотлабе в тринадцатом году то есть это не новичок во всяком случае он лет пять уже в теме то есть это не тот который вчера начал и по глупости улетел ну что держись Рома Жизи мы с тобой далее коллеги следующая публикация тоже про финам а большой материал сделали в коммерсанте на что обращают как называется следствие по автоследованию риски популярной брокерской услуги вышли на публику и вот они подробно анализируют они подробно анализируют автоследование у брокеров изучает не является ли фронт ранингом то что автоследователь работник брокера знает все заявки поэтому может сначала разместить свою заявку а потом как отправить сигнал другим участникам вот то есть он видит все может принимать решения может делать сделки на своем счете до отправки этого торгового сигнала через систему всем ну в общем подробно обсуждается обращаю кстати внимание что Элвис Марламов и финам пока никак не пострадали то есть пока нет правоохранителей ЦБ передал правоохранителям эти материалы пока от них нет никакого ответа ну во всяком случае газета коммерсант не знает тут под заголовок дело Элвиса живет вот впрочем сервис продолжает работать вот но в то же время отмечают что ряд брокеров остановили развитие этого направления вот ВТБ перечисляется ВКС открытие брокера оказывается тоже а не открытие наоборот оказывает услугу да а то он отказался ну то есть да все таки серьезная компания решили не развивать это направление вот а в финаме это продолжается мы посмотрим внимательно следим как оценят как оценят правоохранители это действие по итогу все равно какие-то поскольку АЦБ есть запрос какой-то ответ все равно последует ну что коллеги давайте спросим о монетах что она думает насчет нефти WTI вчера монета показала sell на этой неделе еще трех дней в понедельник монета промахнулась а три дня сработала в плюс то есть да положительная положительный показатель монеты 75 процентов на этой неделе очень хороший показатель спрашиваем сегодня оба она tell опять видит монета сегодня ну посмотрим насколько первого июня это сработает макроэкономические индикаторы коллеги из-за того что я вижу естественно главная новость сегодняшнего дня почему-то они вообще но вчера даже никто не обсудили ни с кем эту тему не обсудили сегодня нонфарма в 15.30 изменение числа занятых внестерскохозяйственном секторе сша за май этого года ожидается рост этого показателя на 25 тысяч что является положительным сигналом и поэтому доллар в 15.30 может приподняться в 20.00 число буровых установок от бейкер юз смотрим внимательно а спикеров больше никаких нет так что центральное событие сегодня центральное событие сегодня конечно нонфарма в 15.30 сергей пишет феномен автоследование минус 180 процентов убытков сергей это у кого на автоследование у вас или про кого-то вы говорите все друзья подводим итоги на мой взгляд сегодня индекс доллара будет отбиваться жду его все-таки вниз во-первых два дня мы постояли вниз каких-то идей обостряющих на рынке сейчас нет наоборот все тихо спокойно да появилась тема введения уже с сегодняшнего дня то звучала цифра 30 30 июня то 15 июня ввели пошлины на сталь и алюминий сегодняшнего дня на европу канаду и мексику но эта новость уже была то что чуть раньше его запустили как бы я не вижу такого-то обостряющего такого прям события уже ну неприятно да но но нет основания для роста индекса доллара поэтому жду его все-таки вниз жду его все-таки вниз сергей у вас а минус 80 минус 80 но все-таки это не минус 80 ну что искренне действительно тут пишет коллеги соболезно но действительно искреннее сожалению жалко пока наверное притормозитесь потому что не дай бог сейчас у них тоже полномочия есть определенные не дай бог убедить сейчас возбудить уголовное дело по финаму и по марламову там может много чего посыпаться и в том числе вот это автоследование могут затормозить и так далее ну то есть все-таки хотя так сказать пока не понятно сейчас чем это закончится но ничего хорошего в этом тоже нет поэтому тут ожидание достаточно тревожное вот ну возвращаясь все-таки к индексу доллара жду его вниз по-моему убедительно сегодня эту тему прокомментировал вот у остальных инструментов появляются шансы на рост по каким инструментам эти шансы лучше реализовывать будем обсуждать в течение дня но напоминаю все эти стратегии до нонфарма в 15.30 нонфармы могут качнуть ситуацию намного не намного но быть бдительным в 15.30 это обязательно мы будем в прямом эфире это наблюдать спасибо друзья всем удачи сегодня спасибо 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 спасибо